здравствуйте уважаемые коллеги здравствуйте дорогие друзья я предлагаю вам сегодня обсудить фасеточный синдром это та патология которая встречается у пожилых пациентов и к сожалению иногда снижает работоспособность молодом возрасте фасеточный синдром встречается в структуре острой неспецифической боли спине и хронической боли это один из ведущих источников ноцицепции и в первом и во втором случае конечно если говорить о в 3 частоте встречаемости в различных возрастных группах стоило бы признать что фасеточный синдром все-таки мы чаще наблюдаем у пациентов среднего и пожилого возраста наверное в молодом возрасте чаще все-таки боль дискогены однако еще раз повторяю это один из наиболее частых источников ноцицепции поставить диагноз фасеточного синдрома особенно в рамках хронической боли временами представляется весьма затруднительным я вот вам такой скрининг тест предлагаю для того чтобы вам насторожиться есть поражение фасеточного сустава нет вот если больной говорит я не могу стоять и боль проходит только когда я лежу то есть когда фасеточные суставы разгружаются насторожитесь помимо этого конечно же параспинальное распределение внезапное начало это тоже играет большую роль но все-таки клинические тесты весьма временами весьма простые могут вам помочь когда могут фасеточные суставы болеть больше когда мы их нагружаем положение стоя и при этом нагрузку усилится если пациент будет разгибаться а вот если он согнется им как раз наоборот разгрузим фасеточные суставы и боль станет менее выраженной также у пациентов с фасеточным синдромом наблюдается усиление боли при глубокой пальпации фасеточных суставов в положении сидя когда есть осевая нагрузка при этом эта боль существенно будет меньше если пациента положить на живот нередко наблюдается у пациентов с фасеточным синдромом и проецирование боли что путает иногда врачей но я специально этот признак обсуждаю чтобы вы для себя понимали что зоны болезнисти которые мы фиксируем при поражении фасеточных суставов выходят далеко за его пределы локации наиболее информативным методом диагностики является блокада фасеточного сустава уровень доказательности этого метода крайне высок а уровень доказательности 1 а повторяю единственное что фасеточный сустав очень маленькое образование и попасть туда на основании анатомических ориентиров невозможно поэтому уважаемые коллеги используйте блокаду фасеточных суставов с применением методов узи навигации конечно когда мы встречаемся с болью спине необходимо осуществлять дифференциальную диагностику со специфическими причинами и фасеточный синдром здесь не исключение приходится конечно проводить дифференциальную диагностику с новообразованиями с инфекционными поражениями различными рода неврологическими расстройствами радикулопатиями даже синдромом конского хвоста стенатическими деформациями где фасеточные суставы влечены патологический процесс непосредственно приходится проводить дифференциальную диагностику с компрессионными переломами вследствие остеопороза или иных причин конечно же приходится проводить дифференциальную диагностику с болезнью бехтерева я надеюсь уважаемые коллеги вы помните о том что фасеточный синдром может наблюдаться при целом ряде патологий а как его лечить вот обзор клинических рекомендаций вы видите больше десятка стран это клинические рекомендации которые в настоящее время в них действуют и что там указано а там указано что боли спине в том числе структуре фасеточного синдрома предполагает использование НПВП наших любимых нелюбимых препаратов любимых потому что они обладают ангетическими свойствами но нелюбимых потому что к сожалению у них наблюдаются побочные эффекты и вот выбор НПВП это большая дилемма честно говоря говорить о том что какой-то нестероидный протисполитный препарат больше лучше анализирует или хуже наверное было бы несправедливо совершенно точно можно было говорить о том что есть определенная группа пациентов которым подходит тот или иной нестероидный протисполитный препарат и вот я привожу вашему вниманию такое есть открытое наблюдательное исследование исследование TEX которая оценивала эффективность современных пиральных форм нестероидных протисполитных препаратов для обезболивания после тотального эндопротезирования коленного сустава исследование проводилось в институте Вредона было 100 пациентов в основной группе 49 человек для обезболивания после эндопротезирования применяли новую таблетированную форму кетаролака это диспергимая таблетка кетарол экспресс 4 раза в сутки применяли этот препарат но в контрольной группе примерно столько же пациентов с той же целью применяли кетопрофен 100 миллиграмм кетанал два раза в день что оказалось оказалось что существенная разница в аналитических свойствах была обнаружена достаточно рано уже на третий и четвертый день операции что говорит о достаточно высокой аналитической эффективности кетаролака в ранние сроки вот это высокая аналитическая эффективность предполагала быстрое наступление эффекта на третий день наблюдения в группе кетаролака потребовалось дополнительное обезболивание во время приема у 20 процентов пациента а у кетопрофена практически 30 а на четвертый день число пациентов группе кетаролака составила 8 примерно процентов а в группе пакетопрофена примерно 16 более того на что бы я хотел ваше внимание обратить почему такая была слабая востребованность через короткие потому что крем да потому что боль снижался снижалась соответствующим образом 6 баллов до полутора то есть практически в пять раз профиль безопасности это очень важная характеристика любого нестероидного противополитного средства и здесь бывшего мнения при предоставил заострил на исследование point которым участвовал 8 стран европейских бельгия великобритания и так далее по списку 49 госпиталей почти 11 с половиной тысяч пациентов пять с половиной тысяч получала китаролак максимальной суточной дозе 3000 по принимала кетопрофен максимальные суточной дозе и две с половиной тысячи диклафенок максимальные суточной дозе и опять оказалось что в данной ситуации фард лак является безусловным лидером из точки зрения а вероятности развития после операционных кроличений из точки зрения развития кроличения желудочно-цишечного тракта что в свою очередь свидетельствует о том, что профиль безопасности у этого препарата достаточно хорош. Его можно использовать для быстрого обезболивания, но, предположим, в первые, допустим, 5 дней после появления, собственно говоря, манифестации острой боли, в том числе в рамках фасеточного синдрома. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok